девочки всем 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 большой привет из норвегии приятного вам всем времени суток надеюсь у вас все хорошо а в сегодняшнем видео я покажу бижутерию вернее это не бижутерия это золотые все-таки изделия но кое-что я приравниваю все-таки бижутерии и расскажу я о золотых изделиях которые я ювелирных изделиях которые я ношу в летнее время и эти изделия были куплены в российской федерации в норвегии а также в очень таком противоречивом магазине который называется sunlight вот давайте я наверное с санлайта и начну почему противоречивый магазин потому что с недавнего времени он конечно мне очень нравится но постоянная реклама которая до сих пор кстати приходит мне на всевозможные технические мои средства которые у меня есть и на электронную почту то есть и на телефоны о том что в виде sms сообщений по имейлу о том что у них ликвидируются все магазины и они продают весь свой ассортимент со скидками 70 80 процентов то есть идет тотальная ликвидация магазинов и спешите все у них купить вот в прошлом году я и клюнула на эту удочку я была в своем родном городе в российской федерации и услышала эту рекламу пришла к ним магазин и действительно мог полки магазина были полу пустые а те изделия которые оставались на них действительно стояли ценники но я не знаю какие были цены до это так сказать ликвидации но цены были вполне приемлемая а рядом стояли бирки 70 80 процентов это что я вам сейчас покажу это что я у них купила я в принципе ношу с большим удовольствием первые сережки которые я хочу вам показать это вот такие вот паучки которые выполнены из конечно из золота здесь имеются также вкрапления речного жемчуга и там наверное маленькие вкрапления циркония очень хорошие сережки но красивые они красиво смотрятся на ушах но он знаете в чем их недостаток в том что во первых застежки здесь ну потребуется определенное количество времени чтобы их крутить и раскрутить быстро вы их не оденете и спать с ними естественно невозможно потому что вот эти вот лапки паучков они очень сильно врезаются в мочку ухо и уснуть вы естественно с ними не сможете ну а так сережки очень красивые знаете я цены вам не сообщаю почему потому что во первых я не помню во вторых было это уже год назад и поэтому цены видимо и изменились и или подскочили на или наоборот у них очередная ликвидация которая пришла мне недавно в виде сообщения о том что они ликвидируются и у них так сказать опять идет ликвидация всего ассортимента а следующие сережки это вот такие колечки с разной видите гравировочкой ну соответственно у меня проколото в одном ухе три отверстия поэтому в большие отверстия я конечно вставляю вот эти вот более крупные колечки и в отверстия которые являются дополнительными у меня вставляются вот эти вот малепухонькие колечки их вставить не так то уж и просто я имею ввиду застегнуть вставить то можно их в мочке а вот застегнуть конечно очень сложно но если я если мне удается быстро их одеть то ношу я примерно их месяц все вот эту вот четверку вместе и очень даже довольна этими сережками очень хорошие они мне очень нравятся так еще я купила вот такие пусеты но это это я вам показываю то что мне нравится эти вообще шикарные пусет пусеты или пусеты как правильно говорить они очень шикарно смотрятся на ушах это конечно цирконий и объемное такое ухо получается мочка ухо вот поэтому ну кто хочет приобрести вот такую форму сережек я очень рекомендую они как говорится эфир и в мир очень шикарно смотрятся а вот то что мне не по ну как бы не то что не понравилось можно сказать разочаровала в покупке это были вот такие вот маленькие сережечки пусеты которые которые включают в себя якутские алмазы ой ну не алмазы бриллианты что я говорю не алмазы бриллианты якутские бриллианты да и даже к ним был сертификат о том что они действительно изготовлены из бриллиантов сколько-то тут карат но знаете они очень маленькие и они вот я вставляю вот в эти вот дополнительные отверстия в ушной мочке и но если бы я купила что-то подешевле из того же циркония но к примеру они стоили 8000 или 11 я не помню сколько они или 8 или 11 тысяч стоили но недалеко лежали сережки маленькие такие же с циркониями и стоили они по моему тысячи две но лучше бы я купила действительно с циркониями потому что особого какого-то отличия вот этих вот бриллиантов от циркониев я не вижу поэтому опять же те кто собирается там себе бриллианты покупать ну ничего такого удивительного в них нет только деньги заплатите и и в принципе все удовольствие будет так это то что было из sunlight а повторюсь что sunlight мне очень понравился вот не вызвал особого разочарования вот я имею ввиду вот ну вот в этих изделиях которые я вам сейчас показала единственное что единственное что это вот постоянная их реклама о том что они ликвидируются и знаете вот это вот навязчивость она конечно надоедает в норвегии в прошлом году я решила купить так сказать мест местные ювелирные изделия тоже клюнула на рекламу и купила вот такого вот такую вот цепочку на руку вот она с замечательной подвеской в виде слоника но это цепочка знаете я плохо прочитала о том что это я думала это сплав это сплав какого-то металла с золотом но муж у меня был уставший поэтому он особо там переводить брошюрку не хотел которая тоже по рекламе пришла к нам и особо значит он был уставший а я очень хотела давно купить вот именно с вот такими вот как они правильно называются грани ну вот браслет именно с вот такими гранями на руку с крупными и именно вот с животным я очень люблю животных в качестве украшений да или насекомых каких-то если это например лето то но вот когда я увидела я буквально на следующий день пошла и купила и стоило это изделие давайте я переведу на русские деньги это было ну 14 тысяч конечно когда я более подробно прочитала что что входит в состав этого изделия это оказалось только по золото но муж меня уверил что все таки сплав здесь есть поэтому говорит не расстраивайся смело купайся с этим изделием и ничего страшного не будет в принципе я и ношу его продолжаю носить с большим удовольствием только ну вот как то знаете то что изготовлена если что-то изготавливается из позолоты но вернее имеет имеет позолоченное такое напыление сразу меня как-то настораживает но будем надеяться что данный браслетик прослужит мне очень-очень долго теперь то что я купила в российских ювелирных магазинах ну наверное они какие-то частные вот и фирмы какие там у нас адамас алмаз адамас алмаз вот помню где что где какой производитель не могу сказать помню точно только что вот эта вот цепочка она такая от московского производителя от российского производителя адамас а вот где выполнена там у них у адамасов по моему несколько ювелирных заводов и крокодильчик тоже по моему с адамаса покупала я эту подвесочку и эту цепочку довольно таки уже давно и каждое лето ношу с большим удовольствием видите какой какая здесь красивая рептилия вот такой очаровательный крокодильчик следующее изделие которое тоже мне очень нравится и здесь тоже непременно и насекомое которое мне нравится летом носить это вот такое вот колечко перстенек со стрекозой и к этой стрекозе я купила но это не набор это не набор я купила тоже вот такие вот сережки тоже в виде стрекоз очень красивые я считаю что это конечно только летний вариант носить насекомых летнее время и последнее что я вам хочу показать чтобы вы не покупали золото за рубежом это будет не перстенек а это будет колечко которое очень очень давно покупала в италии мне она понравилась тем что она состояла из трех видов золота тут светлое белое потом вообще знаете иностранное золото она конечно очень своеобразно это не то что наша с вами родное русское стоило но очень больших деньжищ и значит здесь три вида золото белое лимонное и такой с краснинкой но поносив какое-то время это колечко я увидела что она во первых потеряла свою форму ведь она как деформировалась но а это говорит о том что здесь тоже не стопроцентное золото а какой-то сплав очень такой нехороший входит в состав во-вторых когда я его ношу палец у меня чернеет и в третьих конечно она все поблекло но здесь даже уже нельзя различить какие виды золота входят в его состав в общем извиняюсь за выражение г еще то какие можно сделать выводы по поводу вот всего того что я вам показала по поводу ювелирных изделий ну во-первых золото в странах евросоюза но естественно в египте и в турции ни в коем случае не покупайте я работаю с девочками которые приехали из прибалтики это латвия литва я была очень сильно удивлена увидев наши браслетики у них на руках наши браслетки которые продаются в том же адамасии во многих других магазинах ювелирных и они мне рассказывают что они покупают это золото с рук там кто-то занимается привозит это российское золото и они его с очень очень большим удовольствием покупают вот таких перекупщиков и они говорят о том что вот эти девочки из прибалтики о том что лучше российского золота но естественно и советского ничего пока еще больше не придумали второй вывод который я хочу сделать кольцо неудачник сюда его положу второй вывод который я хочу сделать по поводу вот всего показанного о том что но если вам очень нужно золото то конечно обратите на такой магазин как sunlight ну а если нет то ну если вы уже обеспечены золотыми изделиями так сказать есть что носить и больше она вам не нужно как бы то не клютина я такую рекламу по поводу закрытия магазинов потому что проходит определенный момент времени определенное количество месяцев и в этих магазинах якобы закрывающихся ассортимент опять пополняется всего становится опять навалом и они не ликвидируются и опять начинают так сказать работать на полную катушку кстати у них очень хорошие еще и серебряные изделия я когда приеду в россию обязательно пойду в этот магазин под названием sunlight ну и третий вывод который я хочу сделать это все таки обратить внимание если вы любите золото обратите внимание на российских производителей я уже не помню как ну точно называются вот эти вот сети ювелирных магазинов которые продают золотом золото вот что-то знаете адамас потом алмаз естественно 959 у нас вот в городе были и масса масса других магазинах которых золото очень даже неплохого качества большое спасибо что посмотрели мое видео досмотрели до конца я надеюсь и увидимся с вами очень скоро в моих следующих видео всем пока пока